Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Я Ченков Михаил Фёдорович. Год и место рождения? 1921. 20 октября 1921 года, 20 октября отпраздновал 99-летие, 89 лет. Гвардии майор в отставке. А в каком городе Вы родились? Родился в Челе, в Мордовской республике. Время нахождения на фронте? Ноябрь 1939, март 1940. И октябрь 1941, это Великая Отечественная война, 9 мая 1945-го. Вам неудобно положить на чём писать? Спасибо. А где Вы воевали? На каком фронте? Во время Финской войны на Карельском фронте. Карельский фронт пишите. И отечественная война в Карельский фронт. А какая часть? А? Часть какая, помните? Помню. 20-й батальон, 20-й отдельный инженерный батальон. В каких родах войск Вы служили? И какая воинская специальность? Воинская специальность минёр. Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны? Было. Я уже в это время учился в Московском военно-инженерном училище. После Финской войны. Учился в Московском военно-инженерном училище. Вот. И 41-го ноября на параде на Красной площади последний раз я видел живого Сталина. Он парад принимал. А был такой диктор Левитан, Юрий Левитан. Кончился парад, и он скомандовал. Шагом марш на фронт, а мы прямо с Красной площади на фронт. Понимаете? Вот. У меня, Наташа, Надя, вот здесь вот на первой... Вот у меня тут всё есть. Это вот моя... Тут вот всё описано. Так. Или вот. Это моя жена, она тоже на фронте участвовала. А это мой правнук. Это вот жена, а это я, гвардей-майор в отстатке. А она старший лейтенант. Она была... Вот. Я это вам могу отдать. Нет, можно я потом сфотографирую просто? А? Потом сфотографирую. Хорошо? Ага, пожалуйста. Сейчас. Что вы тогда думали о причинах войны? Вообще... Безумие Гитлера. Вот причина войны. Потому что с нашей стороны никакой, понимаете. Вот. Сейчас очень много... Надя, говорят, понимаете, что Сталин, Сталин... Сталин всемирно предпринимал тому, чтобы оттянуть войну. И он даже, когда ему докладывали о том, что вот-вот начнется война, он этих людей даже наказывал. То есть он не хотел даже, что быть, он не хотел войны, и он всячески старался, чтобы даже люди и не думали войны, чтобы не дать повод Гитлеру, что мы готовимся к войне. Значит, я считаю, что война, война началась только по безумию Гитлера. Расскажите, пожалуйста, о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. А в действующей армии я ведь уже был лейтенантом. В 1939 году на Карельскую, на Финскую войну. В 1939 году я работал в Казахстане по путевке комсомола учителем. Меня туда направили в 1939 году. И я был заведующим школы. Как только мне исполнилось в 1939 году, 20 октября, в 18 лет, меня призвали в армию. И сразу попал в Ленинград. Из Ленинграда в полковую школу. Окончил полковую школу, мне присвоили звание сержанта и направили на фронт. Это что, записывается? Да? Да. Пожалуйста, вот, чтобы я, так сказать, более четко формулировал, понимаете. На Карельский фронт сбило финами. После Финской войны я там получил медаль за отвагу. Вот медаль за отвагу. Значит, первую медаль, понимаете. И меня направили после Финской войны в Московское военно-инженерное училище. И получив звание лейтенанта в 1941 году, значит, я, меня направили на Карельский фронт под Мормонск, за Полярный круг. На должность начальника минно-саперной службы. И на весь период Отечественной войны я был начальником минно-саперной службы. Разминировал аэродромы. Аэродромы, аэродромы. Поэтому наша часть находилась в подчинении военно-воздушных сил 7-й воздушной армии Карельского фронта, которая обеспечивала. А в мою задачу входила наши войска, которые освобождали аэродромы, наши войска двигались дальше, а мы разминировали аэродромы. Вот этими руками лично мною обезврежено около 30 тысяч мин, сюрпризов, фугасов, авиационных бомб. Около 30 тысяч мин. Вот это тут записано. Скажите, пожалуйста, в каких сражениях вам пришлось принимать участие? Какой город вы обороняли? Хе-хе-хе. Во-первых, когда 7 ноября, значит, я оборонял город... А потом вся война прошла под Мурманском, оборонял город Мурманск. И прорывал блокаду города Ленинграда. Так что Москва, Мурманск, Ленинград. А какой город вы освобождали? Видите, город Ленинград. Я принимал участие в праве... Там я получил ранение, контузию. И, значит, меня откопали, взорвалась мина, меня откопали, у меня кровь изныжена из носа, из ушей текла. Отлежал, понимаете. Значит, город Ленинград в основном. Мурманск он не занял. А и Ленинград не занял. Но я город... Город Ленинград был в блокаде. Я, надо вот подчеркнуть, прорывал блокаду город Ленинград. Вспомните, пожалуйста, один из наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием. Мною, я уже сказал, обезврежено около 30 тысяч мин. Наиболее яркое, понимаете, среди этих обезвреженных мин... Это уже было в Норвегии. На аэродроме Луастари... Нет, это не Норвегия, а это наша территория. Аэродром Луастари. На аэродроме Луастари я обезвредил 18 воздушных торпед. Вот, это может быть... Среди прочих обезвреженных, значит, мин, 18 воздушных торпед, за что я получил орден. Вот. Что такое торпеда? Это 6 метров длиной. 6 метров длиной. Как сигара. В диаметре полметра. И вот, когда я к ним подошел, они лежали, значит, на базе, были, понимаете, в пирамидах лежали, но были заминированные. И вот это, они лежали, такие блестящие сигары, вот как чаши лежат на салфетке. И вот я обезвредил 18 торпед воздушных. Это, я считаю, самый, так сказать, боевой. А вообще-то минеры ошибаются один раз. Поэтому, вот когда меня, вот при проправе блокады Ленинграда, вот когда вы смотрите кино, то вы видите, что при наступлении наших войск, когда солдаты останавливаются, они стараются занять воронки от взрыва вражеских снарядов. То есть там, где взорвался вражеский снаряд, там уже по... фактически ничего живого не остается. И если там были какие-то другие снаряды, они взрывались. Поэтому в эти воронки люди всегда прячутся. И вот мне солдат подает мину и говорит, вот я не знаю, что, понимаете, так называемую крыльчатку. Что с ней делать? Он мне передал, понимаете, я на нее посмотрел, что ее нужно немедленно бросить, бросить в сторону. Я ее в сторону отбросил, и она попала в воронку. А в воронке была неразорвавшаяся противотанковая мина. Мина, это... бомбочку, которую я бросил, она взорвалась и детонировала противотанковая мина. И меня контузило, понимаете, и отправили в госпиталь. Скажите, пожалуйста, какое событие запомнилось как радостное? Как радостное? Ну, есть такая... Песни поют, понимаете. Кто сказал, что петь не надо песен на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. В части, в которой я служил, была медсестра в звании лейтенанта. Вот я в нее влюбился в 42-м году на фронте, на передовой позиции. Это для меня была радость. И я с ней, собственно говоря, ждали конца войны. Она и я. И вот это я считаю радость, что я встретил боевую подругу. И, конечно, самая большая радость – это конец войны. Как вы думаете, что для фронтовиков было источником мужества? Любовь к родине и к Сталину. Можете ли вы рассказать о подвиге, которому вы были свидетелем? Не понял. Можете ли вы рассказать о подвиге, которому вы были свидетелем? Вот. Каждая обезвреженная мина – это подвиг. А я их обезвредил около 30 тысяч. Поэтому… Ведь дело вот как, Надя. Подходишь. Вот немцы разбрасывали… У них была такая тактика. Немцы разбрасывали и так называемые бомбочки-крыльчатки. Они находились в кассетах. В каждой кассете их 600 штук. В каждой кассете их 600 штук. А самолет таких кассет нес 4. Это значит 600 на 4 – это 2,5 тысячи бомбочек. И вот как он пролетал по ним, долетал до цели на аэродромы в основном. Я разминировал только аэродромы. Я был начальником. У меня было 70 человек минеров. И вот, когда они подлетали к цели, они нажимали на гашетку на определенной высоте. Допустим, на высоте 1 километра или полкилометра вражеские бомбарировщики. И эти бомбочки из кассет рассыпали по аэродрому как картошку. То есть аэродром ведь длиной 2 километра и шириной полкилометра. И вот они разбрасывали по аэродрому эти бомбочки. А потом сбрасывали с такой высоты, что она, когда она падала, крыльчатка раскрывалась. Как парашютик. И она падала и освобождала механизм. Под действием бомба тянет вниз весом 1 килограмм. А эта крыльчатка, как парашютик. И поэтому тросик раскручивался и освобождал взрыватели. И когда она падала, то, значит, она не разрывалась. Они сбрасывали с такой высоты, что она не успела разорваться. И вот один самолет сбрасывал 2,5 тысячи. А налетало, допустим, 2-3 самолета или 6 самолетов. Это сколько? Умножить. Это 15 тысяч они сбрасывали, понимаете. И вот потом, когда они улетали, вслед шли бомбардировщики, тоже вражеские. И бомбили этот аэродром с той целью, чтобы когда бомба взрывается, она эти сброшенные ранее, эти крыльчатки маскировала, засыпала землей. И вот в каждой этой мине, в каждой крыльчатке нужно было подползать, дуть и сосчитать, сколько там витков раскрутилось. Если еще было 2 витка, то ее можно было брать, сворачивать и относить, и взрывать. А если там пол витка, и когда ее берешь, крыльчатка обязательно переворачивалась. Вот, то есть, вот сколько обездреженных мин, столько и подлинных. С какими чувствами вы шли на войну? Не понял. С какими чувствами вы шли на войну? С чувством любви к Родине и к Сталину. А с какими возвращались? Не понял. А с какими чувствами вы возвращались? После каждой операции возвращались с чувством удовлетворения. После того, ведь дело вот в чем. Я, например, своей командой отвечал за разминирование того или иного аэродрома. Кстати, на нашем участке фронта другой команды не было. Поэтому все аэродромы, которые занимала наша армия, разминировали мы, потому что аэродромы, это на которых базировалась авиация. Наша авиация. Вот. И то в том числе вражеская авиация. Она, наша армия освобождала эти аэродромы, а разминировали только моя команда. И вот нужно было разминировать, и после того, как разминируешь, составляешь документ, подписываешь его, и где написано. Должно. Мин? Нет. Разминировал. Разминировала команда лейтенанта Ченкова. Или команда старшего лейтенанта Ченкова. Или капитана Ченкова. И вот самая тяжелая ответственность, когда нужно было подписывать документ для того, чтобы, понимаете, сдать в настоящий штаб. Понимаете, о том, что мин нет, разминировал такое-то. То есть я на себя брал ответственность. А ведь работал-то не я, а у меня 70 человек. И 70 человек разминировала. Вот один аэродром кончим разминировать, следующий, следующий. Кстати, последний аэродром я разминировал на территории Норвегии. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? С болью на сердце. А были ли у вас сомнения в победе? Не понял. У вас были сомнения в победе? Нет. Сомнений не было. И только потому, что верховным командующим был Сталин. Что вы знали осенью 1941 года о положении под Москвой? Я как раз и был в это время под Москвой в звании лейтенанта. Москва, все основные государственные министерства были эвакуированы. И мы знали, мы знали, что когда Сталин пригласил к себе Жукова и спросил его, будет ли сдана Москва, Жуков ответил, товарищ Сталин, Москва сдана не будет. И мы в это верили. Как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? С большим чувством скорби. Мы не ожидали, я лично не ожидал, что так враг подойдет близко к вам. Ну, элемент внезапности. Ведь Гитлер к тому времени занял всю Европу. Вся Европа была, вся Европа, вся промышленность Европы работала на его армию. А мы были только одни. Поэтому с чувством, так сказать, с большим чувством большого сожаления. Что вы почувствовали, узнав о начале контрнаступления под Москвой? Чувство ликования и уверенность в победе. Расскажите, пожалуйста, о своих командирах. Кто из них вам больше всего запомнился? У меня был начальник штаба части, майор Ставинский. Очень душевный, грамотный человек. Если бы, вот, и все товарищи и мои подчиненные. У меня было 7 человек офицеров в моем подчинении на 70 человек. И фельдшер, которые постоянно находились со мной. Вот. Я очень любил своих подчиненных. И в том числе командиров. А самым хорошим, самым хорошим у меня товарищем, боевым товарищем был лейтенант Хрущев. Самый хороший. А самый хороший мой начальник, это майор Ставинский, Наум Савельевич. Кого вы и ваши товарищи во время войны считали наиболее выдающимся полководцем? Жукова, Рокоссовского, Жуков, Рокоссовский, Василевской, Черняховской. Это самый талантливый полководцем. До сих пор даже идет дискуссия, кто из них более одаренный, Рокоссовский или Жуков. Дело в том, что Жуков был более крутой, более такой жесткий. А Рокоссовский был более мягкий. И его за это любили больше. Но война есть война. И там не смотрят, там нужно... Командир приказывает, вот... И сколько их, людей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Вот приказывали взять эту сопку. И все. А как ты будешь там брать? То ли на животе ползти, то ли в обход обходить эту горку, то ли, понимаете, посылать, понимаете, часть своих подчиненных, понимаете. Это уже решаешь на месте, понимаете. А каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина? Как к талантливому вождю? Как к талантливому руководителю страны? Что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте? Любовь к родине. А случалось ли взаимное непонимание конфликта на национальной почве? Нет. Не наблюдал. Я ни разу. У меня были и... И мордва были в моем подчинении, и русские, и украинцы. В основном сибиряки. А верили ли в Бога вы до войны? Без Бога не до порога. А повлияло ли ваше участие в войне на ваше отношение к религии? Нет. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? Дружба. Дружба солдат. Дружба командиров. Вера в победу. Скажите, какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны номер 227 «Ни шагу назад»? Решающую. Что запомнилось из встреч населения во время отступления, во время пребывания при фронтовых населенных пунктах? Где и когда это было? Вы знаете, это где было, там, где воевал, там я и встречал, понимаете. Вот. Поэтому горечь за отступление наших войск, вот какое чувство было. что мы отступали первое время, первый год войны, а уже в 42-м году мы уже научились воевать и научились побеждать. А как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? С любовью и со слезами на глазах. А что запомнилось вам больше всего из этого? Любовь народа. Каким было отношение к вам и вашим товарищам населения освобожденных стран Европы в конце войны? Дружественные. Ваши отношения к немецким солдатам. Какими их видели и воспринимали? Ненавистные враги. Как враги? Как к врагам отношение? К немцам, к немецким солдатам. Первый пленный немец, которого вы увидели. Ваши чувства и впечатления? Вы знаете, что? Ведь мы шли не в первых рядах. Мы уже шли, так сказать, разминировали занятые аэродромы. Поэтому чувства были такое ненависть к немцам. В составе вражеской армии были не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны. С кем было труднее воевать и почему? После немцам самые жестокие были, это венгры. Немцы, венгры. Это такая уже, собственно говоря, нация. Они очень жестокие к нам были. И когда попадали в плен, они проявляли ненависть к нам, к нашим солдатам. Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах или других предателях? Приходилось. Каково к ним было ваше отношение тогда и ваших товарищей? Недружелюбные. А как вы относитесь к современным попыткам оправдать власовцев? Неразумные отношения. Тот, кто пытался оправдать власовцев. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Не понял. Вы сталкивались со случаями дезертирства? Знаешь ли, знаете что? Дезертирство, это как это? Это тут нужно было немного расшифровать. Дезертир, это который бежит с поля боя. Вот. А вот мне пришлось, понимаете, наказывать, понимаете, товарища, который покинул пост, боевой пост, и ушел в населенный пункт за водкой. Я считаю, это тоже дезертир. Я такого расстрелял однажды. А приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками? Приходилось. Были ли среди ваших знакомых люди, которые прошли через штрафбат? Через... Штрафбат. У меня, у моих подчиненных, у меня подчиненных не было, которые прошли штрафбат. Но людей, которых отправляли в штрафбат, из нашей части были. А расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот, например, один офицер сожительствовал с женщиной. Она родила от него. Вот. Он добился такого положения, что его перевели в другую часть. А она осталась в той части, в которой они сожительствовали. Она отвезла ребенка, оставила ребенка ему и уехала в свою часть, вернулась. А ребенка оставила, женщина оставила ребенка офицеру, причем политруку. Он был осужден в штрафбат. За это. И он этого ребенка утопил в озере. Так что такие случаи были и на фронте. А как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую предоставлял штрафбат? Правильное решение. то есть в штрафбат направляли провинившихся. И напрасно туда никого не направляли. А раз направили в штрафбат, то он должен искупить вину. в штрафбат. Расскажите пожалуйста о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Ну бытовые трудности понимаете жить в землянках, в окопах в течение четырех лет. Но человек привыкает ко всему и к хорошему и к плохому. И поэтому особенно тяжело было это так сказать с помывкой. Время от времени части которые находились на передовых их отвозили в тыл. На место их поступали другие части подразделения. И вот они там в тылу отдыхали понимаете мыли мылись так сказать стриглись мылись подстригались если были женщины целовались. А в какое время года было труднее всего воевать и почему? Видите я воевал за полярным кругом где в ноябре месяце вот в этом месяце солнце заходит и в течение трех месяцев не показывается то есть полярная ночь вот воевать было труднее зимой потому что нужно не только так сказать противника уничтожать нужно и себя сохранить а где сохранить за полярным кругом где три месяца полярная ночь солнце не показывается за горизонтом в сумерках ходили понимаете и вот надо было и кроме того понимаете что само слово заполярье вот нас чтобы мы не заболели нас нам готовили хвойный экстракт то есть были созданы команды которые рубили сосновые ветки иголки такие отваривали их в котлах и этот отвар потом цедили и пили чтобы сохранить так сказать себя от цунги предупредить себя от цунги вот это тоже подвиг и так 4 года пили хвойный экстракт сперва не могли пить ни солдаты ни офицеры а потом привыкли и когда приходили когда приводили так сказать на фронт пищу каркон это обеды понимаете рационы для питания то обязательно просили уже просили обязательно этого хвойного экстракта вот как вы оцениваете нашу боевую технику первое время наша боевая техника была хуже к концу войны наши некоторые так сказать виды вооружения и наши стали лучше немецких ваше личное оружие чем оно было для вас на фронте другом спасателем как вы отдыхали на фронте в часы затишья в часы затишья старались пуговицы пришить себя обуходить понимаете если представлялась возможность так сказать на снегу помыться понимаете греликов в котелках горячую воду мыли голову мыли брились понимаете вот так вот проводили досуг понимаете была фронтовая самодеятельность приезжали к нам понимаете я уже сказал после боя сердце просит музыки вдвойне а была ли любовь на войне расскажите подробнее я встретил свою подругу жену в сорок втором году я прибыл в часть раньше она позже и как только встретил ее сразу предложил ей свою дружбу она мне ответила взаимностью и сказали останемся живы соединим жизнь так и получилось 4 года мы были в одной части и в сорок пятом году понимаете в Польше я женился а жена русская из Тулы а я из Мордовии знаменитые наркомовские 100 грамм какую роль они играли для вас и ваших товарищей на войне очень очень большую роль инораз привезут из тыла с кухни понимаете походные кухни были а разносили на фронте по землянкам по окопам понимаете вот инораз принесут и кушать не хочешь 100 грамм выпьешь покушаешь хорошую роль играли 100 грамм на фронте как и откуда вы писали домой что сообщали родным о себе все хорошо мы победим а могли ли вы писать обо всем что с вами происходит не понял вы могли писать обо всем что с вами происходит мог а когда и какие известия вы получали из дома из дома я получал регулярные письма кстати дома у меня было на фронте 5 братьев помимо меня 5 братьев я 6 самый младший и один убит на фронте вот а четверо один без ноги один без руки один без ступни вернулись инвалидами из фронта вот так что понимаете связь была есть с ними переписывался которые были на фронтах понимаете понимаете почта работала очень хорошо и регулярно вы были ранены а вы были ранены я был контужен когда и где это было это было при прорыве блокада Ленинграда при прорыве блокада Ленинграда на аэродроме Виглица как и кто оказывал вам медицинскую помощь на фронте были сестры врачи а вы помните тех кто вас лечил очень хорошо помню вот мне помощь оказывала сестра Ольга Контрошова Вы были в плену или в оккупации не был ни там ни там не был как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам кто побывал в плену я считал что понимаете то что они попали в плен это не их не вина складывалась обстановка такова что другого выхода не было и я считаю что они поступали правильно что они сохранили свою жизнь потому что в плену не всех расстреливали а были такие люди среди ваших знакомых были и очень много что вы знали о союзниках СССР все все что положено было знать я знал а насколько ощущалось на фронте их помощь очень слабая очень слабая войну по существу вот они по настоянию Сталина открыли второй фронт в Европе и понимаете они могли ее открыть раньше ему могли бы закончить войну раньше второй фронт но они тянули основной основным противником основным таким двуликим лидером из зарубежных союзников был Уинстон Черчилль английский премьер-министр он вел такую политику двоякую если побеждали немцы англичане нам помогали если побежали побеждали мы они немцам помогают какой помощи вы ждали от союзников вообще самой настоящей военной помощи где и когда вы встретили день победы 9 мая 1945 года что делали и что чувствовали общие ликования с народом и стреляли из личного оружия пока стволы нагревались какой фильм о войне по вашему мнению лучше всего передает атмосферу военных лет отношения между людьми военные фильмы с учащим Жукова произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну Константина Симонова и Шолохова как вы оценивали то что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией все правильно японцы получили мзду которую они заслужили а как вы восприняли победу над Японией общим ликованием это значит была закончена Вторая мировая война что вы думаете сейчас почему началась война как избежать угрозу войны для нашей страны в будущем надо крепить армию надо укреплять армию у нас армии сейчас практически укреплять нет укреплять что вам еще хочется рассказать добавить ко всему сказанному дай дай бог чтобы войны никогда не было что бы вы хотели пожелать нашей молодежи много много очень много я хотел бы пожелать молодежь не нужно быть жадным к деньгам сейчас сейчас молодежь за рубль родной матери в церкви в лицо наплюет поэтому я хотел бы молодежь наша грамотная вот я стал учителем после окончания рабфака я учителем а сейчас учителя с высшим образованием работают в начальной школе поэтому я хотел я я хотел бы чтобы молодежь любила родину любила пожилых людей расскажите пожалуйста о своих наградах первую награду я получил за филляндскую войну медаль за отвагу а все последующие во время отечественной войны что можно рассказывать это же каждая награда это выстраданное заслуженное понимаете понимаете ведь достаточно сказать понимаете что около 30 тысяч мин вот тут вот в характеристике это не я а это на меня писали вот тут вот сейчас я найду лично мною было обезврежено более 30 тысяч противотанковых и пропехотных мин более 30 в том числе 14 воздушных торпед с элементом неизвлекаемости первые за всю Великую Отечественную войну последний буквально последний аэродром который я разминировал был на территории Норвегии где немцы буквально засыпали наши войска своими бомбами так называемыми крыльчатками как картошкой вот все понимаете я это вам оставить спасибо вам большое за интервью было очень приятно пообщаться спасибо спасибо Продолжение следует...